Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Амаркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, сегодня у нас заключительная сессия этой недели. Скучать опять же не придется, потому что, как было обозначено ранее, на эту сессию выпал очень значимый макроэкономический отчет по состоянию американского рынка труда. Речь идет о релизе Non-Farm Perils, который будет публикован в 12.30 по GMT. Это классический блок статистики, уровень безработицы, количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и динамика темпов роста зарплат. Поэтому заранее хочу отметить, что у нас ожидает еще один волатильный день. Расслабляться, друзья, еще очень рано. Понимаю, что впереди выходные, но нужно сначала переждать вот эту бурю, которая связана с выходом этого макроэкономического отчета. Что происходит с долларом сейчас? Котировки по индексу американской валюты 100.93. Я очень надеюсь на то, что американский доллар, в данном случае данный инструмент, закрепился уже ниже поддержки 101 пункт. И дальше нас будет ожидать развитие нисходящей динамики. Ключевое событие этой недели, безусловно, для доллара – это заседание американского регулятора. Мы детально итоги разбирали в рамках вчерашнего моего брифинга. Но напомню вкратце, что американский регулятор повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 5.25. И на что больше всего обратили внимание участники рынка, так это то, что из справедливых заявлений была убрана очень важная формулировка от так называемой допустимости дальнейшего ужесточения американской монетарной политики с целью приведения ключевой процентной ставки к уровню, который характеризуется так называемым ограничительным значением для инфляции. Ну, то есть, говоря более простым языком, всегда на протяжении прошлого года ФРС во время своих пресс-конференций давал понять, что ставка будет дальше расти, потому что американский регулятор хочет, чтобы она достигла того самого уровня, который достаточен, чтобы немного охладить экономику и тем самым сбавить роста потребительских цен. Сейчас этой формулировки уже не было. И непонятно, как интерпретировать эти данные, но, может быть, непонятно многим, мне кажется, что это уже и есть очевидный сигнал того, что американский регулятор начинает понемногу включать зайки и, соответственно, отказываться от той политики, которую ранее проводил, это политики высоких процентных ставок. Возможно, на текущем этапе ФРС не мог позволить себе сделать вот эту открытую формулировку, что мы завершаем текущий цикл ужесточения монетарной политики, потому что в условиях ситуации с банковским сектором, который так валится, наверное, не нужна была еще чрезмерная волатильность, которая еще больше бы дестабилизировала рынки, раскачала их со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями. Поэтому Паул был предельно точен в своих формулировках, но те, кто, наверное, хотел копнуть глубже, сделали это и увидели для себя достаточно причины и аргументы, указывающие на то, что очень скоро ФРС все же объявит о том, что дальнейшего роста ставок уже не будет. Да, регулятор придерживался еще привычной риторики относительно того, что все будет зависеть от макроэкономических данных. Если на горизонте начнут маячить риски, связанные с препятствующей, скажем так, достижению целей Федрезерва по той же самой инфляции, то политика будет соответствующим образом адаптироваться под эти условия. Но я думаю, что это в целом лишь шум, потому что конкретика заключается в том, что рынок уже сам после пресс-конференции не закладывается под очередное повышение процентной ставки ни в июне, ни в июле. Я думаю, что при том развитии событий в банковском секторе, который сейчас происходит, мы уже и не увидим процентную ставку выше отметки 5,25%. Сегодня отчет Нонфарма в центре внимания трейдеров. Если для Федрезерва имеет такое большое значение статистика, которая будет напрямую влиять на будущее решение для нас, эта статистика тоже должна быть значима. По прогнозу, друзья, не самые лучшие цифры нас сегодня ждут. Если сравнивать, опять же, показатели апреля с мартовскими, то цифры могут быть в районе 180 тысяч новых рабочих мест. Причем два месяца назад показатель был 236 тысяч. Если статистика действительно разочарует сегодня, я на это делаю большую ставку, потому что моя субъективная цель это все-таки поближе к круглой планке 100 пунктов по индексу доллара увидеть этот актив. И я полагаю, что при реализации прогноза относительно слабости макроэкономического отчета доллар пойдет ниже. Кстати, еще по поводу банковского сектора. После того, как Паул попытался успокоить вкладчиков и инвесторов относительно того, что ситуация в банковском секторе стабильна, вы наверняка знаете, что не вышло. Потому что после его пресс-конференции акции по квеста еще одного регионального банка провалились почти на 40%. И вчера я следил за тем, как открылся американский банковский сектор. Есть еще несколько кандидатов на два очень непростых пути дальше. Это Вестерн Альянс и Метрополит Банк. Ну что это за два пути? Это банкротство и потенциальное поглощение. Поэтому на рынках будет по-прежнему жарко. Я советую не выдумывать сейчас новостной фон, из-за которого доллар мог бы оказаться снова динамично стоящим активом. По другим инструментам золото, 2050 долларов за тройскую фонсу. Очень интересна ваша точка зрения, ваше мнение. Друзья, держите ли вы еще длинные позиции или нет? Не стесняйтесь, пишите в комментариях, потому что хочется понять ваше настроение. Я уже сделку зафиксировал, хотя поддерживаю тех, кто покупает дальше. В пользу роста куча факторов, я их все вчера перечислял. Это геополитические риски, это риски рецессии. В том числе и в США, да и в рамках всей мировой экономики, учитывая, что все центральные банки повышают процентные ставки. Это кризис банковского сектора и рыночный сантимент. 75% трейдеров, собственно, как и в нем ранее, золото продолжают шортить. И золото, как будто им назло, так устроен рынок, продолжает обновлять локальные максимумы. И европейская валюта, друзья. Текущие котировки 1,10,50. Честно говоря, я был почти уверен еще до заседания Европейского центрального банка, что сегодня у меня будет возможность говорить о котировках выше отметки 1,11. Ну, видимо, придется подождать чуть подольше. По итогам ставка повышена на 25 базисных пунктов, хотя я, признаться, разделял точку зрения, что ее повысится на 50 базисных пунктов. Лагард во время пресс-конференции использовал те же самые формулировки, что и Павл относительно того, что все зависит от макроэкономических данных. Но Лагард сделала конкретное заявление о том, что многие голосующие члены Европейского центрального банка поддерживали идею ужесточения, целесообразности ужесточения политики на 50 базисных пунктов. Но ЭЦБ в целом решил подождать того, как будут развиваться события дальше. Лагард анонсировала готовность к еще одному повышению процентного ставки, даже к многократному повышению ставки. И доказательством этого является оценка вероятности этих действий, потому что рынок и трейдеры закладываются под то, что и в июне, и в июле, и в сентябре ставка будет повышена на каждом из этих заседаний еще на 25 базисных пунктов. Мы этого не можем сказать про действия Федрезерва. Точнее, можем сказать, что по данным инструментов Эдботча рынок не верит в то, что будет еще одно повышение. Отсюда европейская валюта будет интереснее, чем доллар. Ну и, конечно же, евро будет интереснее, чем доллар, потому что все, что мы сейчас обсуждаем в плане глобальных рисков, связано с американской экономикой. Банковский кризис, риски рецессии, да и тот же самый патологосоростного долга. Тоже проблема такого значимого, крайне значимого масштаба. По евро цели прежние 1.12, и я допускаю, что через очень короткий промежуток времени до этого уровня мы с вами, друзья, доберемся. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!